В каком состоянии сейчас команда? Видели 9 человек? Ушли к индивидуальному взаимодействию? Ну, состояние оно стабильное, да, то есть мы план, который наметили, мы всегда по нему работаем. Группа игроков, которая отыграла в субботу, они тренировались. Те футболисты, которые вчера провели полную игру или чуть больше, да, они сегодня восстанавливались, да, то есть завтра уже, естественно, вся команда в полном объеме будет в полном составе работать вместе. Ожидание никого нет? Ну, сегодняшний день 10 здорово. Такой же вопрос задавил Мярова. В предыдущей составе молодежи была такая недооценка таких соперников, как в Латвии, ну, более слабых, скажем так, и на бумаге, чем сборная России. Как исключить недооценки для нынешнего состава? Ну, все прекрасно понимают, вся команда и все ребята понимают, для чего они сюда приезжают. Надо выигрывать, что, во-первых, защищаем честь страны, да, что сборная – это не пустой звук для ребят, и мы видим, что в каждой игре они полностью отдаются, вопрос – другое, что-то получается, что-то не получается, но это уже как бы рабочий момент. То, что нам надо переезжать Польшу, выходить на первое место, я думаю, что при этом по максимуму набирать количество очков, в этом сомнений нет. У вас наверняка сейчас приятная главная боль выбирать статус состава, потому что очень много талантных ребят, которые играют уже в топ-клубах, например, на Натарской позиции Сафонов, есть и Максименко. Я уже говорил, что сборная – это не только фамилия, да, это, в первую очередь, сами футболисты и состояние игроков на сегодняшний день. – Ну, давайте начнем с того, откуда они вообще пришли. Они пришли из наших сборных, которые мы вели их, начиная с 17 лет, 19-20, да, то есть они прошли Европу, чемпионат мира юношеский, да, и те футболисты, которые здесь находятся, мы их все прекрасно знаем, поэтому знаем их как и характер человеческий, качество, да, так и игровое состояние. А, как вы правильно сказали, конечно, выбор состава – это, с одной стороны, головная боль, с другой стороны, это объективная реальность, то есть мы оцениваем разные факторы – и функциональное состояние, и психологическое состояние, и игровой тонус, и игровую практику, поэтому все в совокупности. – Когда, наконец, сопровел Чалова молодежь сборного, потому что у него, если не ошибаюсь, один голос в пенальти был? – Ну, надо говорить, наверное, о том, что Федор хорошо работает, да, хорошо проводит, и команда создает моменты, вопрос реализации. Мы очень надеемся, мы все помогаем ему, поддерживаем. Вчера он забил очень хороший гол за ЦСКА, команда выиграла, мы его поздравили сегодня, ну и надеемся, что в таком же русском продолжат и сборной. – Какие еще будут мероприятия сегодня по релаксу с вышел, то, что Байна сегодня обещает? – Ну, это стандартное мероприятие восстановительное, да, которое проводят футболисты после тренировок, после игр. Помимо восстановления, теоретическое занятие, которое там в ежедневном фактическом режиме дозировано, да, проходит. Работаем над соперником, доводим определенную информацию команде, да, как играть в атаке, в обороне, при стандартных положениях, индивидуальной особенности футболистов. – Перед матчем Сербии, вот мы с вами общались, вы посещали юношеский матч против сборной Сербии, а вот какие теперь находки тренерские у вас есть перед последующим матчем? – Ну, впереди Латвия, о Сербии будем думать дальше. – Могут ли быть какие-то тактические изменения в плане, из-за того, что Евгений потерял место сейчас в составе «Динамо», то есть что-то, может быть, там, четыре защитника? – Ну, мы обратили внимание на ту модель игры, которую мы проводили в последней игре, да, то есть она уже немножко скорректирована, да, и мы корректируем ее не только вот там наличие игровой практики, но и от самого состояния футболиста. – Да, то есть на сегодняшний день Евгеньев находится в хорошем функциональном состоянии, да, и в полных, так сказать, силах конкурирует за место в составе. – Последний вопрос, Калик, тоже. – С более слабыми соперниками играть будем по счету или все-таки отрабатывать какие-то моменты? – Надо выигрывать. – Спасибо.